Автомобиль не роскошь, а средство спасения. Благодаря народному депутату Украины Вадиму Кривохатько, сельская амбулатория получила в распоряжение новую машину. Подробнее об этом наш корреспондент. Лукашевский сельсовет объединяет четыре села. Само Лукашево, а также Советское, Приднепровское и Кирово. Наряду с типичными для украинских сел проблемами, не лучшим образом здесь обстояла и ситуация с медпомощью, поскольку к некоторым пациентам можно было проехать километров 15-20, а в распоряжении амбулатории была старая ненадежная машина. В корреспонденте нашей амбулатории с 2003 года был автомобиль УАЗ, своего часа переданный нам с баланса Запорізской центральной районной лекарни в безнадежном стане. И вот мы его весь этот час ремонтировали, ремонтировали, ремонтировали и уже не знали, как бы его отремонтировать для того, чтобы он ездил. Если мы здесь еще пешком, здесь протяженность села 10 километров, мы уже с моей сестрой маршируем здесь, то до тех людей добраться – это просто была трагедия. Поэтому это для людей, наверное, самый большой подарок. Исправить эту ситуацию в ходе предвыборной кампании обещал ныне народный депутат Украины Вадим Кривохатько. Говорит, раз обещал, значит нужно выполнять. Для того и шел в Раду представлять интересы громады своего округа. Новый сенс, подаренный амбулаторией по случаю дня рождения села, депутат приобрел за собственные средства. Идите, выбирайте, что вам нужно, что вам больше подходит, что вам будет и функционально, и экономично. Те, кто будет на этой машине ездить, они знают специфику своей работы, они знают, как лучше. И с учетом этих требований мы о ней выбрали. Яну Кузыну, водителю амбулатории, 71 год. Из них 53 он провел за рулем. Увидев новое авто, на пенсию теперь вообще не собирается. Говорит, работать будет столько, сколько позволит здоровье. Тем более, что лично принимал участие в выборе машины и выбирал, что называется, для себя. Экономия. Комфортно. Нормально. Сзади сиденья разложиваются, можно везти лежачего даже. Впрочем, как сказал нардеп и с ним согласилась громада, надежный автомобиль в амбулатории должен быть обязательно. А вот поводов для его использования медиками пусть будет как можно меньше.